Так, оперативно воспользуюсь слугами кафе, можно начинать аплодировать и вернулись в этот зал. По второму делению у нас выступит пио-трио, это уже люди, которых мы считаем родными людей для Дубрава, потому что Сергей Филатов постоянно участник наших фестивалей, два года подряд он приезжал с своим проектом в Белетенце, так что вы этого человека наверняка знаете, я его первого приглашаю на сцену. Сергея Филатов, встречайте, пожалуйста. Вот он. Вы не представляете, насколько этот человек скромный, насколько ищущий, несмотря на такой вот образ, такой серебряный. Сергей Филатов. Второй Сергей в этом проекте, который будет находиться здесь. Сергей Клевенский, пожалуйста, приглашаю аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Клевенский так, не торопясь, вошел в дубравское музыкальное пространство на предыдущем фестивале, неожиданно для нас. Я так хотел оттянуть момент встречи с Клевенским, так чтобы вот, но не получилось. Смирнов его привез, а с тех пор Сергей Клевенский прописался в Дубраве. За последний год это уже четвертый проект, в котором он принял участие в четвертый раз уже ближайший, за последний год. Так что спасибо тебе, Сережа. И Таисия Красноперцева. Та девушка, которая мне сегодня рассказала, что такое био-трио. Почему это био-трио? Вот эти вот взрослые мужчины не знали, что значит био-трио. Оказывается, био – это жизнь. И если Сергей Клевенский называет эту музыку элитным фольклором, как в газете написано, если я ничего не перепутал, аристократическим фолком, аристократическим фолком, все я перепутал, то, если прислушаться к Таисии, то это музыка жизни. Вот это мне нравится больше. Музыка жизни в исполнении био-трио. Пожалуйста. Спасибо большое. Всем добрый вечер. И в первую очередь, большое спасибо Александру, потому что не часто встретишь такую удивительную, замечательную публику, как в этом зале. Спасибо вам большое. А по поводу того, что Саша сказал, аристократический фольклор, я на самом деле, по-моему, я сейчас уже не помню, я, по-моему, сказал готический фольклор. И то, и то. Потому что до этого очень много приходится играть с разными возрастными категориями людей. И вот среди молодежи очень какой-то период была популярна готическая музыка, и там у нас было выражение готической кашели. Это вот когда очень мишку вот он так вот рассказывает какие-то сказки. И мы назвали это готический фольклор. Вот. Конечно, сейчас нам не просто будет не просто будет вот сыграть с одной стороны перед вами, а с другой стороны может быть и даже очень просто, потому что первое отделение играли совершенно потрясающе. Даже не представляешь, как они все это делают. Замечательные, удивительные. И музыканты, которыми мы вот восхищаемся на протяжении долгого времени. Вот сегодня вот Теме и Юре мы вспомнили про концерт, на который мы ходили слушать Белая строк, вот тогда назывался этот замечательный дуэт. 20 лет назад ходили. И в общем-то такой, казалось бы, куда дальше. И так настолько все потрясающе. И тут, когда услышал, я понял, что, конечно, в общем-то после первой игры надо пижамину. Но Саша сделал все для этого. Ну, начнем. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну а как? Коли свесть обоих таких ленивых, как он, они с голоду помрут. А свесть обоих таких лечилых, как она, так они богато заживут, про Бога забудут. А то она будет рабить, его кормить и про Бога помнить. Пасею свою куря, пасею свою куря по чистому полю, по чистому полю. Раздеть мою курь, раздеть мою куря нерожней пшеницей, нерожней пшеницей. Цветить мою курь, цветить мою куря алыми цветами, алыми цветами. Все цветы, алый красный, все цветы, алый красный. Один по али, один по али, один по али, один по али. Все мальцы, милые, милые, все мальцы, милые, милые, один по али. Один помилей, один, один помилей, один помилей, я целуй поскорей, целуй поскорей. Звучит песня. Раздетьте мою курять нерожней пшеницей, нерожней пшеницей. Звучит песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы сейчас продолжим нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Динам médiа Динамandy Ой, да нас погонять повезут, И наши ноженьки не путь. Доля моя, моя, ой, доля моя, И хорошая жизнь солдатская. Ой, доля моя, моя, ой, доля моя, И вас солдаты иду я. Ой, да не в солдаты, не в макросы, А в пламазы, в акте колесы. Доля моя, моя, ой, доля моя, И хорошая жизнь солдатская. Ой, доля моя, моя, ой, доля моя, И вас солдаты иду я. О, да ты приемщик, отец родный, Ты скажи, что я негодный. Доля моя, ой, доля моя, И хорошая жизнь солдатская. Ой, доля моя, ой, доля моя, И вас солдаты иду я. Ой, да губы, зубы соберут, И вас солдаты иду я. Ой, да губы, зубы соберут, И вас солдаты иду я. Ой, да губы, зубы соберут. Ой, да губы, зубы соберут. КОНЕЦ Спасибо большое! Сергей Филатов, Тарисия Краснохерцева, Сергей Клевенский, Био-Трио. Мы сейчас для вас сыграем такую вещь. Она называется «Лунопарк». Обычно, знаете, мы сегодня как раз с Темой и с Юрой разговаривали о том, что у музыкантов есть на фестивалях особенно регламент. Вот, допустим, тебе играть 2 минуты 34 секунды и всё. И потом, значит, тебя выключают, если что. И вот у тебя должно количество вещей уложиться. И вот на одном фестивале нам организатор фестиваля говорит, ну вот нужно сыграть 40 минут, да, хорошо. И так получилось, что у нас всё укладывается, и у нас остаётся ещё одна вещь. А он показывает всё. И мы просто соединили две в одну, и у нас вроде бы как получилось всё хорошо. Ну это что, я вспомнил другую историю. У нас недавно был концерт в Жуковском. Замечательный дом учёных. И там, в этом доме учёных, две дамы, хозяйки такие, очень приятные женщины. И вот мы отстроились, всё, звук, всё хорошо, всё замечательно, но проголодались. Вот. А рядом кафе, и вот мы пошли в кафе туда, и вот спрашиваем, у вас есть что-нибудь такое, что быстро? Да, есть что. Есть такое-такое. Очень вкусно было всё. 15 минут, да, 15 минут. Проходит 15-20-30 минут. Не несут. Потом она вспоминает девушку, которая там всё это дело нас обслуживала. Она приносит, вот я уже поел быстренько. И тут приходит Наталья Евгеньевна, вот она и стоит. Она говорит, срочно забираем всё с собой и идём на сцену. Публика ждёт. Так нельзя. Вот. Я говорю, ну давайте, вот сейчас ребята дойдут, а я начну пока концерт. Она говорит, Сергей, сколько вам нужно времени для переодевания? Я говорю, Наталья Евгеньевна, я вот так вот. Прям так? Я говорю, ну вот я так и симфоническими оркестры играл, и шейхами. Она говорит, Сергей, какие шейхи? Какие симфонические оркестры? О чём вы вообще говорите? Здесь же, здесь же собираются люди, которые слушают сердцем. Я говорю, так тем более, люди, которые слушают сердцем. Им внешний вид вообще не важен. Вот. И у нас с ней вот такая вот беседа идёт, идёт, а мы абсолютно не понимаем друг друга. Вот. И только, знаете, как поётся в одной странной песне, музыка нас связала. И вот только музыка расставила всё на свои места. Она сказала, ну вот, теперь я всё понимаю. Оркестры, шейхи, всё. Хорошо. Но сейчас будет история совсем о другом. Наша пьеса, она называется «Лунопарк». Все, все люди среднего и старшего поколения помнят, как, когда мы были одной большой страной, у нас, к нам приезжали в гости чешские, чешские аттракционы. Они назывались «Лунопарк». И всегда это было большое чувство праздника и большое чувство радости, когда слева мама, справа папа, сзади бабушка и дедушка. И вот с такими тылами ты идёшь уверенно вперёд навстречу различным невероятным приключениям. Вот, собственно, об этом наша следующая пьеса. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы мне только скажите, там есть два варианта концовки. У нас волки будут добрые или злые? Добрые. Злые. Добрых больше, по-моему. Козел пошел за лыками, коза пошла за орехом. Козел пришел с лыками, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погоди же ты, коза, я нашлю тебе балков. Лолки не тут козырец, козы нету с орехом. Она сидит за верхом. Погоди же вы, волки, я нашлю на вас людей. Люди не тут козырец, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погоди же ты, козырец, козы нету с орехом. Мама сидит за верхом, погоди же ты, не смерть, я нашлю на тебе огонь. Огонь не идет, смерть сжечь, смерть не идет, люди косить, а люди не идут волков пить, а волки не идут, козы резать, козы нету. Са верхом, мама сидит за верхом, погоди же ты, не огонь, я нашлю на тебе воду. Вода не идет, огонь пить, огонь не идет, смерть сжечь, смерть не идет, люди косить, а люди не идут, козы резать, козы нету. Сверху... Мадно сидит наверхом.. Погоди же ты вода, я на жду тебе быков! Быки идут по одолупить вода, Нет же от огонь ведь огонь идет. Сверх.. Шесть мер 민ет-фут конфиски, Косеться люди идут, Ловко в тяблки не тут казы резать, Казы нету. Сверху... Мадно сидит сверху... Погодите же вы быки, Я я нашлю на вас дуб еще Дуб еще не идет бы комога, Гонот по дому пить, Беди устах огонь воды escrito Сверху в тёмницей '' Костя люди нету, волку пить, а волки нету Козы резать козы нету, сырья хооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Казы нету с верхом, она сидит за верхом. Погоди же ты топор, я нашлю на тебя гору. Гора не идет топор, тупить топор не идет, Убью рубить дубью не идет, быковы гонять быки не идут, Воду упить вода не идет, огонь ведь огонь идет, Смерть шесть, снятят люди, костя люди не дут, Волку пить, а волки не дут, козы резать. Казы нету с верхом, она сидит за верхом. Погоди же ты гора, я нашлю на тебя червей. Черви не идут в гору, тачит гора не идет, Топор тупит топор не идет, убью рубить дубью не идет, Убью рубить дубью не идет, быковы гонять быки не идут, Воду упить вода не идет, огонь ведь огонь идет, Смерть шесть, снятят люди, костя люди не дут, Волку пить, волки не дут, козы резать. Казы нету с верхом, она сидит за верхом. Погоди же вы червей, я нашлю на вас гусей. Черви не идут в гору, тачит гора не идет, Топор тупит топор не идет, убью рубить дубью не идет, Погоди же вы гуси, я нашлю на вас орла. Орел не идет, гуси крутить гуси не идут, Черви не дут в гору, тачит гора не идет, Топор тупит топор не идет, убью рубить дубью не идет, Убью рубить дубью не идет, быковы гонять быки не идут, Воду упить вода не идет, огонь ведь огонь идет, Смерть шесть, снятят люди, костя люди не дут, Волку пить, волки не дут, козы резать. Казы нету с верхом, она сидит за верхом. Погоди же ты, орел, я нашлю на тебе сокола. Сокол пошел, орла щипать орел пошел, Гуси крутить гуси пошли, червя пива червей пошли, Гору тачит гора пошел, топор тупит топор, Пошел тупит топор, тупит дубью не идет, Убью рубить дубью не идет, пошел мы кокнать быки, Пошли в воду пить вода пошла, огонь ведь огонь пошел, Смерть шесть, смерть пошла длить косить люди, Пошли волков пить, волки пошли за козой, Привели ее домой. Стоит все предстоит. Да, я бы хотел это сказать. Если мы еще будем футбол выигрывать... Так, они вернулись к вам на сцену. Сергей Клевенский, Сергей Деванов. Музыка Музыка ПЕСНЯ 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 ДИСКИ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Спасибо. Всего доброго. Спасибо Беодрию, спасибо Серёже, спасибо Тая Летайка, как её ласково называют в коллективе Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами На этом заканчивается третий день фестиваля, но не заканчивается фестиваль Как я вчера сказал, совершают ошибку те, кто не посетил первые три дня Но совершит ошибку тот, кто не придёт завтра Завтра будет два сумасшедших проекта Это будет Рио Евгения Лебедева с аксофонистом Андреем Красильниковым И замечательный квартет Алистина Полякова, девица тромпонистской аксофонистки И скажу вам по секрету, завтра ещё специальным гостем на фестивале будет Мария Голубкина Это вот известная актриса, дочь знаменитого Андрея Миронова Так что, пожалуйста, сообщите об этом кому надо И ждём вас завтра, время тоже 18 часов Спасибо вам, дорогие друзья, до новых встреч Слушайте больше хорошей музыки и будете счастливы До свидания АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ